Белград Белград – это столица Сербии, ее самый большой и густо населенный город. Все самое важное и самое интересное происходит именно здесь. В Белграде находятся крупнейшие магазины, настоящие шедевры архитектуры, как в прямом, так и в переносном смысле, модные кафе и ночные клубы, а активная студенческая жизнь течет таким же бурным потоком, как воды в месте слияния двух величественных балканских рек – Дуная и Савы. И, кстати, на это живописное место можно полюбоваться здесь же, в Белграде, причем находится оно недалеко от центра города. Обязательно вам его покажу, но чуть позже. Белград – уникальный город, он красив и угрюм одновременно. Гуляя по нему, не покидает мысль, что вот именно это и есть настоящий город контрастов. В Белграде есть очень приятные места с красивой и необычной архитектурой, которая действительно впечатляет, а есть такие здания и даже районы, которые выглядят, мягко говоря, жутковато. Например, много такой архитектуры в районе Новый Белград. Район этот строился в 70-е годы во времена социалистической Югославии и в нем преобладает архитектура массивная, бетонная и серая, в стиле брутализма. Конечно же, в то время эти здания смотрелись круто и современно, но сейчас, спустя 5 десятилетий, не покрашенные и без капремонта, выглядят они неопрятно и своим внешним видом больше напоминают не жилой район, а декорации какому-нибудь фильму про постапокалипсис или что-то в этом духе. Особенно знаменитый 21-й блок, который известен не только мрачными зданиями, но и тем, что здесь находится главный опорный пункт фанатов футбольного клуба Цервьяно-Звезда. Куда идти и что смотреть в Белграде? Рассказываю. Крепость Калимигдан, расположенная на высоком холме и окруженная одноименным парком. Это самая старая и самая главная достопримечательность Белграда. Эта крепость была известна еще во времена римлян, которые называли ее Сингидуном. Был такой древнеримский город. Чего только не пережила Белградская крепость за свою многострадальную историю. Более сотни раз ее разрушали и восстанавливали римляне и византийцы, турки и венгры, гунны и готы. Нет, не эти готы, а вот эти. Также крепость сильно пострадала во времена Первой и Второй мировых войн, но ее снова восстановили и теперь она радует своей монументальностью жителей Белграда и гостей города. Именно сюда стоит прийти в первую очередь и не только ради крепости и парка, хотя они безусловно это заслуживают, но и ради потрясающего панорамного вида на Белград, остров Велика Ратна, с давних времен представлявший собой важную военно-стратегическую точку обороны Белграда. И то самое слияние двух рек – Савы и Дуная. У рек разный цвет воды, поэтому выглядит это очень эффектно. Перемещаемся в самый центр столицы Сербии на площадь республики, по-сербски Трк-Републики. В сербском языке часто не произносятся гласные, например, если мы скажем «Сербия», то серб скажет «Србия» без буквы «Е». Здесь, на площади, окруженной красивой архитектурой, стоит памятник князю Михаилу. Встретимся у коня, говорят жители Белграда, имея в виду именно это место. А неподалеку расположилась улица князя Михаила – самая красивая пешеходная улица Белграда, с множеством магазинов, кафе и красивых зданий. Обязательно прогуляйтесь по ней, будучи в Белграде. Особенно оживленной она становится в вечернее время. Еще одно очень приятное и живописное место для прогулок как днем, так и вечером – это набережная реки Савы. Интересная особенность Белграда в том, что здесь много стоящих на воде отелей и хостелов. В большинстве городов на воде стоят, как правило, кафе и рестораны, а здесь – это отели и хостелы. По-моему, очень круто и необычно переночевать в отеле на воде. Согласитесь, далеко не в каждом городе есть такая возможность. Набережная в Белграде сделана красиво, с современными урбанистическими решениями и отдельной велодорожкой. Гулять по ней – одно удовольствие. Здесь же находится Белградская башня, главная доминанта на набережной. Это современная 168-метровая высотка, состоящая из 42 этажей. Она является самым высоким зданием в Белграде. На самом деле, здание – это забавное и необычное, причем замечаешь это не сразу. Если ты смотришь на него с одной стороны, то у него нижняя часть шире, а верхняя – уже. А если обойти его примерно под углом 90 градусов и посмотреть с этого ракурса, то будет наоборот. Нижняя часть станет узкой, а верхняя – широкой. Тут же рядом с набережной находится престижный жилой район под названием Waterfront с очень дорогой недвижимостью и самый крупный торговый центр в Белграде под названием Галерея. В нем можно найти все, что угодно. Любые вещи, в том числе брендовые, всевозможные товары, даже автомобили там продаются. Да, прямо внутри есть несколько автосалонов. Если честно, первый раз увидел, чтобы в торговом центре продавали автомобили. Рядом с галереей со стороны набережной расположился целый ряд разных кафе, ресторанов и кальяндах, в которых вечером не протолкнуться. Сербы очень любят чилить в кафешках и могут делать это долго. Минутка полезной информации про сербский язык. Многие сербские и русские слова очень похожи, но есть такие, которые в нашем языке обозначают одно, а у сербов совсем другое. Например, если вы скажете сербскому таксисту направо, то он повезет вас прямо, потому что у сербов право – это прямо. А вот чтобы повернуть направо, надо сказать удесно. В сербе, да и вообще на большей части Балкан, не стоит произносить наши слова – спички, курица и курить. Так как для них это очень созвучно со страшными мутюками. Курица по-сербски – это пелетина, курить – это пушить. Но если вам вдруг зачем-то в 21 веке понадобились спички, то это утокница. Что еще обязательно нужно увидеть в Белграде? Храм Святого Савы – это крупнейший православный храм на Балканах. При ближайшем рассмотрении очень впечатляет. Он не просто большой, он огромный. Его высота – 77 метров. Это примерно высота 25-этажного дома. Образцом при строительстве послужил собор Святой Софии в Стамбуле, построенный в византийском стиле. Отделочные работы в храме велись сербскими и русскими мастерами. Важнейшей частью внутреннего убранства стала уникальная мозаика. Более 50 миллионов мелких деталей, выложенных одна к одной, составили красивейшую композицию стен и сводов храма. Церковь Святого Марка – еще один красивый и очень эффектный храм. Находится недалеко от центра Белграда, что делает его удобным для посещения. Храм оформлен в сербско-византийском стиле и является национальным памятником культуры. Этот храм проектировали по образцу монастыря Грачанец, основанного в 1315 году и включенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от места слияния рек Савы и Дуная находится исторический район Земун. Раньше это был отдельный город, но затем с расширением границ Белграда и развитием новых районов Земун стал одним из них. Хотя архитектурно он до сих пор остается самостоятельным со своей набережной и главной городской площадью. Земун очень уютный и напоминает средневековые европейские города. А главной точкой, на которую обязан забраться каждый уважающий себя турист, является башня Гардош, возведенная в 1896 году в честь тысячелетия венгерской государственности. Именно с нее вы и увидите самую красивую панораму района Земун и полноводного красавца Дуная. Некоторые туристы, побывав в Белграде, называют его неопрятным и сплошь разрисованным граффити. Да, это и есть, и местами довольно много. Но, несмотря на минусы, Белград интересный для посещения город, как минимум своей разноплановой архитектурой и красивым расположением на двух реках. А еще в Белграде очень много ярких и интересных людей, особенно в центре. Мой личный критерий определения городов прост. Хочу я вернуться в этот город, побывав в нем один раз, или нет. Если хочется вернуться, значит город классный и интересный. Ну а если посмотрел город, и он не нарисовал в твоей душе ярких эмоций, то это посещение на один раз. В Белграде я был уже два раза, и с удовольствием приеду в третий. Это тот город, в который как раз хочется возвращаться. Хотя, как я говорил в начале, Белград тот самый город контрастов. Местами он тебя удивляет, местами раздражает, местами восхищает. И вот эта филигранная игра на твоих эмоциях не дает тебе никаких шансов остаться равнодушным к столице Сербии. Кстати, еще одно из приятных впечатлений о городе – это трамваи. По городу ходят обычные трамваи, современные, низкопольные и очень длинные. Но самая милота – это вот эти узенькие, зеленые, с одной фарой спереди швейцарские трамваи, подаренные Белграду правительством Швейцарии в начале 2000-х годов, как помощь для скорейшего восстановления города после натовских бомбардировок в 1999 году. По-моему, эти трамваи идеально вписались в улицы Белграда и радуют своим швейцарским изяществом как жителей города, так и туристов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok